Если собака попадает с улицы в приют, это вовсе не означает, что на этом все ее проблемы закончились. В городе Минске есть небольшой приют. Полтора месяца назад там оказалась собачка породы Доберман, которая очень приглянулась Виктории Веселовской и ее жениху. Девушка с детства мечтала именно о таком питомце, поэтому посоветовалась с парнем, и ребята вместе поехали в приют, чтобы познакомиться с песиком. Но там выяснилось, что собаку уже кто-то забирает. Молодые люди расстроились, но решили все-таки взглянуть и на других животных. Волонтеры предлагали как взрослых собак, так и щенков. Вика с женихом решили для начала посмотреть на малышей. Они ждали, пока к ним подойдет человек, который мог бы провести ребят к вольерам. И тут к ним вышла дама средних лет, по которой сразу было видно, что она не очень-то в восторге от своей работы и от жизни в целом. Она угрюмо заявила Вике и ее жениху, что щенков у них нет. А взрослые собаки – все непородистые. Можно подумать, вы дворняжку возьмете, скептически изрекла она. Ребята стали настаивать на том, чтобы им показали взрослых собак. Они захотели спасти хотя бы кого-нибудь от такого персонала. Когда Виктория с женихом оказались рядом с вольерами, им стало невероятно жаль всех животных. Почти все собаки лаяли, пытаясь обратить на себя внимание человека. Но Вика смотрела только на одного песика. Он сидел тихо, склонив мордочку вниз. Девушка подошла ближе к вольеру и аккуратно поднесла руку к прутьям. Пес тут же среагировал, он облизал пальцы Вики, а потом попытался просунуть морду в щель между дверью вольера и полом, чтобы незнакомка могла его погладить. Как только Виктория увидела грустные, полные боли и страданий глаза пса, она поняла, что это ее собака. Но та самая угрюмая сотрудница вдруг вновь заворчала, «Вы даете собаке надежду, уходите или забирайте ее прямо сейчас», – говорила она. У Вики с парнем не было с собой ни поводка, ни ошейника, ведь они ехали лишь для знакомства. А еще, они прекрасно понимали, что нужно хорошенько обдумать об устройство нового члена семьи, ведь дома у ребят уже были и кот, и пес. Им все же удалось договориться о коротенькой отсрочке. Уже на следующий день ребята неслись в замагазин, чтобы купить все необходимое. А потом они поспешили в приют, за тем самым псом. Когда питомец вновь увидел Вику, он чуть ли не завыл от счастья. Пес прыгал, вилял хвостом и скулил от радости так, что пришлось вывезти его на улицу, пока молодые люди оформляли документы. Сейчас песик живет у Вики. Его назвали Арнольдом, в честь защитника Ливерпуля Трента Александра Арнольда. Так решил жених девушки. Благодарный пес оказался добрым, послушным и очень ласковым питомцем. Он удивил владельцев знанием базовых команд и тем, что сумел быстро найти общий язык с животными Вики. «Мы счастливы от того, что забрали из приюта именно этого пса», — говорит девушка. «Но самое главное, что все беды и горести у этого мальчика позади. Теперь он счастлив».